Поэтому зачерпни много, голубой, розовый, а ультрамарин он будет более чистенько выглядеть с розовым. И он ляжет как финишный, как оживляющий. А этот будет более грязноватый цвет. Но густота нужна. Прямо вещества краски, вещества, чтобы было с чем работать мастихину. Чтобы мастихину было, что превращать в эти мазки. Давай. Каркас картины берем голубой, розовый и вот этот темный каркас картины начинаем набирать. Сразу взяла, отсекла, поскольку его найти очень легко. Тоже сюда устремилась, вот в эту местность. Тоже довольно легко найти. Здесь в районе середины. То есть середины для нас аргумент. Здесь, вот в этом месте коснулась формата. Тоже нетрудно найти этот воскуток. Да, да, да. Чуть-чуть с этим углом набрала. Темный, темный, чуть-чуть начинаешь дополнять, дополнять вот эту тень, которая прямо посередине холста, вот здесь. Дополнять. Вот светлое. Под выгребешь. Так, согласна. Под выгребешь. Да. И начнешь укладывать в пользу оранжевого, в пользу розового-оранжевый сначала, не в пользу желтого. Да, согласна. Начнешь укладывать. Может на балкон сходишь? Ну, чисто внешне может быть, но... Так, вот эти вещи. Потом где-то вот эти вещи. Накидаешь, накидаешь, накидаешь. Будем потом уже лепить. Хорошо. Ну, здесь, наверное, помельче рисунок, слишком крупные эти пятна. Там они явно махухи, поэтому чуть-чуть мельче. Чуть цельнее, да? Чуть цельнее вот этот кусок. Тоже цельный. Слишком ты его покромсала. То есть, при том, что он на периферии уже кромсается, но в центре, в эпицентре света, довольно цельный. Хорошо? Добиться этой цельности. Цельность пятна. То есть, а дальше тоже начинает кромсаться. Вот эти оранжевизны. Их чуть-чуть нашвыряешь. Как сразу, да? Сними. Дошвыряешь вот это добро. Цвет неба можно забросить, не откладывая. Цвет неба и цвет неба. Все это, конечно, у него очень густой краской, поэтому стараемся повторить эту идею у него. Доразмешиваем краску, чтобы она обязательно была размешанная без этих вот полосочек. Хорошо? То есть, доразмешанная. Попадание в тоне хорошее. Может быть, здесь только переборщило. Ну, пока все с шиком. Очень вкусные места. Одно вкуснее, другое. Ну, молодец. Белую краску беззади взять? Вот они, всюду. У тебя там на дотончике есть? Да. Тоже хорошо. Смотри. Видишь? Ну, голубизны немножко не хватает. Там переборщило, топтало долго, видно, на месте. И совсем, совсем пропала идея голубого цвета. А она у тебя и здесь пропала. Там все-таки голубенький. Не хватает свежести цвету. Именно из-за того. Можешь даже бирюзу чуть-чуть подсунуть. Чтобы все-таки произошла эта небесность. Хорошо? Угу. Пятно бы нашвырять уже, чтобы оно работало. В том числе сначала, может быть, вот этих натыкать. Чуть-чуть их там расчертить. Чуть-чуть расчертить. Расчертить. И закрыть. Ну, как ты, собственно, и готова была сделать. Светлости чуть-чуть. Вот такого немножечко немножечко с таким характером укладочек. Хорошо? Не сильно раздавлено. Не сильно так. То есть, с такой резкостью. здесь коричневинку отметить. Хорошо? Давай. Да. Так. там бы чуть-чуть чистого цвета. Уход вдаль. Горизонталь. Да, вот, смотри, вот, заворот, да? А вот свет из-под теневой. Смотри, сразу. Да. Ну, там, блик из-под теневой, а не свет. Но тоже вполне уместен. Это, по-моему, даже угол дома попал на свет. чернявинки вот эти подложить. Прямо чернявинки. Выдавить себе розового. чернявинки. 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 Входик какой-то там. Лежачий. Лежачий. Смотри, плоскость легла сразу, да? А то не хватало ей этой лежачисти. Вот скорее свет из-под теневой. Хотя он там не столько свет, сколько отблеск. Вот он, скорее, из-под теневой. А вот как был для этого? Нету? Черня? Когда будет сама? А, да, я ее не снимала. А, ну, Да, да, да. На блюдку. Да, да. Вот. А, ну, здесь еще... Вот, например, плоскость. Да, да. ближе соединить их чуть-чуть ну потому что этот свет потом пошел наверх коричневый стоит на палитру завести все на переднем есть там что-то такое да даже какая-то конечка не рисовать это как как дерево рисовать это как как тень вдоль сразу подразумевает идею дерева а там идея тени и камня тоже хорошее пятно не очень понятно что там но может быть просто дополнить идею забора идею вот такого заборчик вот такой закругленности забора которая пошла туда чуть-чуть поняла даю мальчик отлично давай дальше очень хорошая культурка вообще молодец чернот не хватает чернот чуть-чуть не хватает слипшихся 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 чернотой крыши правда хорошо там срослось какой входе в культурный но молодец все молодец чуть-чуть может быть теплинкой чтоб там жилось что не что что Подписончик, если что, потом можешь там какой-то такой сделать. Так, голубой. Черненького каркаса несколько не хватает. Согласны? Вот он не напрасно туда ушел, прямо в край формата ушел. Так красиво. Сильно напоминает листья. Видишь, я сейчас чуть-чуть разбиваю, чтобы сверху, приложив листьями, получить другое звучание. Это дом, а это листья, да? Смотри, они другие по звучанию. Тот вмазанный дом, а этот... Это тоже непонятное, чудное. Это все должно быть частью дома. А это скорее как листья. То есть эта история продолжает вот эту. То есть тогда мы понимаем, а это одно. Это одно. Ты согласна? А то получалось, что листья... То ли листья, то ли... Чуть-чуть, чтобы эти окна не смотрелись одиночно. Смотри, чуть-чуть с теневыми куста соединить. Ну, надо с учетом рамы. Потому что рама отъест. Чуть-чуть с теневыми куста. Смотри, что ты хочешь любить собак. Да, собак любить? Ну, так, постой. На, и вот, раз, это кому-то, да? Я сейчас привлечу. Да? Что-то такое. Так, хорошо. Ой, я сейчас привлечу. Какой вкусный, желтый вот этот. С оранжевиночкой, с розовинкой, правда? Да. Все, молодец. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА